Привет, ребята! Сегодня будет рассказ о том, как можно хранить и транспортировать масляную пастель, допустим, на пленере или где-то еще. В моем случае это такая вот коробочка, которую я купил в строительном магазине за очень маленькие деньги. У этой коробки есть два отсека, она как бы открывается вот так, и получается мы имеем отделение для масляной пастели и для тряпочки. Ну, это в моем случае. То есть я увидел это и решил ее купить. И самое интересное, что, допустим, пастель Мунгио полностью помещается под размер. И второй отсек у нас получается для каких-то технических таких вещей тоже открывается. Здесь можно положить, допустим, растворитель, какое-нибудь лезвие, ну, кто что хочет. Там карандаши какие-то, свои личные штуки, связанные с этим моментом и так далее. Для чего растворитель здесь у меня лежит? Помимо того, что можно что-то растворять, им можно очищать мелок. То есть если он испачкался, мы можем намочить тряпочку и смоченной тряпочкой протереть мелок, и мелок очищается. То есть это выглядит, может, примерно вот так. Намочили. И вот видно, что он у нас испачкан. И спокойно протираем. Все. То есть мелочек чистый. Ну, тряпка не очень. Все, я разложил мелки в рабочем положении. Ну, как бы просто на плоскостях. Их можно раскладывать по разным принципам. Объединяя по группам цветов. Либо по каким-то еще критериям, которые понятны каждому человеку. Можно, допустим, в одну ячейку положить, к примеру, только 7 цветов, которые будут использоваться в конкретном рисунке. То есть их не нужно вот прямо обязательно раскладывать. Да, их можно там как-то держать в каком-то таком перемешанном состоянии между собой. Но разложив удобно, понятно. И желательно, наверное, все-таки подбирать вот под конкретный рисунок какой-то вот мини сразу делать наборчик. Вот с этой общей массой, если есть, из чего вообще выбирать. И работать. Чтобы не отвлекаться на вот эти моменты, там, а где тот цвет, а где вот этот цвет. То есть сразу выбрали, сразу разложили и рисуем. Вот я накидал сейчас быстрый тюд. Солнце очень слепит. И моя задача сейчас была просто уловить какие-то общие цветовые пятна, общие какие-то характерные признаки этого явления, когда солнце блестит в воде. И мы рисуем в контражур. И лучше мы сейчас в мастерской еще раз нарисуем этот сюжет и разберем его поподробнее. Начиная рисовать, я как бы определяю для себя самые главные большие зоны. То есть мы определили зону неба, зону горизонта, зону воды и условно силуэт лодочника. Определив эти зоны, мы можем с ними работать, придать им какой-то оттенки, да, чтобы они были отличные. То есть нельзя взять и просто нарисовать условно серое небо, серую воду, черную лодку и черный горизонт, да. Так как в масляной пастели мы не можем вымешать все на палитре, то так или иначе мы можем комбинировать цвета на рисунке. Я цвета немножко смешиваю растиранием и тем самым добиваюсь каких-то оттенков более-менее, которые я наблюдал вживую. Но суть одна, то что на пленэре я больше наблюдал, чем рисовал. И ощутив некие общие моменты, постарался их запечатлеть в коротком таком этюдике на маленьком блокноте. И по факту это больше как маленький художественный документ, который мне помогает в дальнейшей работе. В этом рисунке я решил сделать воду темнее и небо темнее, когда солнце уже чуть снизилось и блески, разница блесков и воды более, скажем, сильная. Конечно, в этом видео в каком-то смысле слова рисунок этот не дорисован, иначе он просто будет очень долгий. Ну, примерно процесс вы видите, да, что как бы я набирая небо, завел серый, добавил чуть зелененького. Набирая воду, завел опять же серо-холодные и опять же добавил какие-то признаки неба. То бишь, небо-то отражается как бы в воде, соответственно, какие-то признаки этого цвета должны быть. И отсюда появляется ощущение уже единого колорита. Также, разглядывая блики на воде, я видел, что на краях есть признаки какого-то оттенков красного. Соответственно, ввожу чуть красный, размешиваю все это дело желтоватым цветом, потому что в середине светового пятна солнечных бликов оно было достаточно теплое. И потом можно уже поднимать по тону, усиливать отражение белилами. И в итоге мы получаем достаточно мощный белый свет, но в то же время он не просто чисто белый, а именно как бы ощущение свечения. То есть по краям у нас какие-то едва заметные переходы в какой-то другой цвет, а главная масса цветового пятна отражения бликов достаточно белая. Ну, вроде как все просто получается. На самом деле, можно было бы этот рисунок еще упростить, взять более-менее похожие цвета, соблюсти тональное соотношение неба, воды, лодки и бликов. И ощущение блесков на воде тоже бы было. Но все-таки было бы чуть-чуть усредненное именно решение цветовое, потому что цвета из коробки были бы, скажем так, готовыми, не моими. А так я как бы их немножко вымешал и получил какой-то свой колорит, скажем так. То же самое идея, ту же самую лодку, тут же самые блики можно нарисовать в разных техниках. Вообще в разных, и это тоже может быть все интересно. В данной ситуации я показываю, как я люблю просто делать, замешивая слой со слоем. Ну да, это не самый, возможно, простой путь и как бы не всегда понятный. Но такой путь существует. Пишите в комментах свои впечатления от работы. Надеюсь, вам была полезна информация о коробочке под масляную пастель. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok